здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта проект кухты капитал сегодня с вами хотел поговорить о среднесрочным перспективам таких инструментов как доллар иена и золото по паре доллар иена уже скажем частично сформировался сигнал на снижение этой пары по золоту пока его нету но я готов высказать свое мнение по по данному инструменту напоминаю что на сайте кухты капитал у вас есть возможность ознакомиться с закрытым каналом про сигнал то есть по ссылочке кухты капитал переходите под видео и также по обучению аналогично есть информация по моей торговой стратегии модельный трейдинг модельный анализ как я анализирую графики давайте непосредственно перейдем к графикам обсудим рынки с точки зрения модельного трейдинга то есть я выскажу свое мнение если у кого-то есть другое мнение по данным инструментом пишите в комментариях я готов к дискуссиям да в каждого трейдера есть свое точка зрения это нормально в принципе так устроен рынок если бы все что-то покупали то рынок бы скажем ну был не работал бы да то есть должен кто-то покупать кто-то продавать и в таком случае рынки движутся что по доллар иене давайте с такой точки зрения у нас как мы знаем доллар иена достаточно долгое время уже практически два года показывает сильный рост то есть доллар против иена показывает рост у нас было в прошлом году двадцать втором году достаточно сильное коррекционное движение с уровня 152 на 120 127 то есть практически под 2000 с копейками пунктов достаточно сильное движение и вот это движение которое было двадцать втором году я это вижу как импульсное движение и то что сейчас происходит в этом импульсном движении это коррекционное движение и она я думаю что возможно закончилась и дальше мы уйдем по данному инструменту на сильное движение вниз в район 127 пунктов то есть это с текущих это более 2000 пунктов до по четырех знаку можно заработать и возможно даже ниже в нем там район 125 120 пунктов напоминаю кто смотрел мои обзоры еще несколько лет назад я когда мы торговались по доллар иене в районе 100 пунктов я прогнозировал долгосрочное укрепление доллара против иена и как видим она отработалась посмотрите мои прошлые на канале старые видео там я о них говорю на текущий момент какие есть признаки окончания вот этого тренда который у нас длится в двадцать третьем году текущем году первое уже несколько раз банк японии выходил с интервенциями где-то словесные интервенции где-то денежные интервенции последняя интервенция она достаточно мощная была мы ушли вниз на более чем 200 пунктов то есть практически 300 пунктов и я думаю что у нас этой интервенции сформировали импульс вниз который говорит о том что есть вариант излома вот этого тренда и дальше мы будем идти вниз то есть во первых мы сломали вот это локальное поджатие которое у нас длилось последний месяц наверх да откупили есть небольшой минус что откупили вот этот импульс достаточно сильно наверх но такое бывает вот я сейчас покажу пример двадцать второго года когда аналогичный был паттерн то есть у нас получается сформировали импульс вниз и на текущий момент в этом импульсе будет происходить коррекция она уже была локальная возможно она еще затянется на на недельку две там месяц да но по идее мы не должны обновлять вот этот максимум который у нас был 150 пунктов его банк японию защищает скажем это как психологический уровень да и у нас формировался локальный уровень сто девять сто сорок девять тридцать это локальный первый откат мы его можем как вариант тестировать там чуть-чуть ложно но не должны выше сто пятьдесят уходить я еще вчера обсуждал с учениками и подписчиками закрытого канала про сигнал что можно потихонечку шортить доллар иену и мы вчера в районе сто сорок девять с копейками начали ее шортить здесь небольшие стоп-лоссы здесь не нужно ставить стоп-лоссы там 200-300 пунктов вот мы вчера шортили в районе сто сто сорок девять вот я лично шортил и ставил ставил там стоп-лоссы в районе там 50-70 пунктов то есть у меня есть два стоп-лосса по данной позиции и планирую добавляться когда будет подтверждаться более такой явный сигнал на снижение вот смотрите аналогичный разворот был у нас двадцать втором году здесь было чуть более красивое закрытие но аналогично мы с уровня сто пятьдесят два пункта ушли на сто сорок шесть ну такой мощный конечно получается 600 600 пунктов импульс такой более сильный сейчас у нас всего 300 пунктов два раза меньше но очень очень похожа ситуация здесь конечно формировали около три недели около трех недель коррекцию в этом импульсе который был сформирован 21 октября то есть у нас практически совпадает даже месяц то есть у нас текущий октябрь 23 года и это был октябрь 22 года да и тоже зоны примерно одинаковые тогда было 152 сейчас 150 это такой психологический уровень поэтому я думаю что возможно работать на снижение по данному инструменту обязательно с рисками если мы будем пробивать 150 я бы оттуда пока выходил и смотрел что дальше будет рисоваться весьма медленно как видим идем вверх поэтому там никаких проскальзываний не должно быть очень опасно покупать доллар иену в лонг почему потому что в любой момент выходит банк японии вливание интервенция и мы можем провалиться на триста пятьсот а то и тысячу пунктов за течение часа и стоп лосса не сработают потому что там будет проскальзывание и там можно маржин колы потерять депозит поэтому слонгами очень аккуратно то есть ну кто-то планирует торговать это мое мнение я за заточен под шорт среднесрочный потенциала здесь огромен понятно что там две тысячи пунктов мы долго будем туда идти но я думаю что вот снижение она может быть таким быстрым но это для тех трейдеров которые умеют держать позиции вот смотрите вот как мы быстрый быстренько свалились октябрь конец октября и январь то есть всего там два месяца с копейками даже почти два месяца и мы ушли на длина на две тысячи пунктов поэтому здесь аналогично может произойти будет сильный сильный обвал пишите свои свое мнение по доллар иене с фундаментальной точки зрения с волновой точки зрения с других точек зрения видов анализа поэтому вот такой ориентир я уровни назвал импульс основной назвал если мы его сломаем ждем следующий импульс я думаю в следующих эфирах если будет отмена сценария или там подтверждение сценария более сильное я буду о нем говорить ну и второй инструмент который я готов сегодня обсудить это золото золото интересно на среднесрочную перспективу на покупку но пока этой покупки нет сигнала то есть это преждевременно то есть я говорю напоминаю что в последних своих обзорах даже на той же битве аналитиков когда мы торговались в районе 1900 плюс то есть я говорил что я золото жду в районе 1800 мы туда скатились ну почти добили там несколько долларов не хватило 10 долларов 15 где-то примерно возможно мы туда еще дойдем возможно даже ниже но вот это движение которое у нас происходит так скажем с уровня 2000 с копейками по текущий момент я это вижу как коррекцию то есть это пока такой основной сценарий и примерно с текущих или плюс-минус я вижу на среднесрочный даже такой долгосрочный сценарий ланга по золоту но я жду модели которая сформирует этот разворот я не когда он появится это да стану покупать золото это скажем для тех трейдеров которые скажем для понимания что происходит сейчас по золоту вот это движение которое у нас было ноябрь прошлого года декабрь там начало текущего года я это вижу как импульсное движение наверх и на текущий момент вот это все движение вниз это коррекция то есть я эту коррекцию предлагал шортите еще если помните где-то вот на этих пиках весной текущего года я говорил золото шортить потому что здесь были во первых сильный ключевой уровень во вторых модели на шорты мы в принципе неплохо скатились какой сценарий еще возможен возможно ли золото провалится более сильно вниз там 1750 1700 1600 такой сценарий возможен поэтому я с текущих прям не покупаю я жду когда появится сигнал хорошая модель и понятно где будет поставить стоп лосс тогда я буду покупать это я так на перспективу для понимания что сейчас происходит по золоту конечно если вы торгуете там без плеча по золоту то в таком случае возможно возможно его подбирать из текущих но я пока не спешу плюс золото оно в принципе коррелирует и с иеной и если иена все таки нарисовала разворот то и золото оно может коррелировать с иеной конечно это не всегда но такой сценарий я не исключаю вот вот такой момент по по этим инструментам я вижу если у вас аналогично есть какое-то мнение по золоту пишите в комментариях по каким-то своим своему видению рынка да я однажды сказал такое высказывание видение рынка то есть это нормально когда трейдер аналитика такое говорит и кто-то в комментариях сказал ну видение как-то смешно звучит или в каком-то формате как я вижу график с фундаментальной точки зрения почему могут покупать золото если будет какой-то коллапс на рынках то трейдеры будут бежать бежать в защитные активы да в иену в золото в доллары да в золото почему сейчас золото не растет вроде бы да идут какие-то проблемы на рынках но золото показывает снижение так было даже в 2008 году когда начался кризис все рисковые активы падали в том числе и золото но потом золото отпадало и когда уже начали все начали понимать что реальная проблема начали покупать золото потому что золото является активом инвестирования в очень форс-мажорных ситуациях когда все сложно на рынках тогда золото падает но когда прям форс-мажор тогда золото наоборот покупают то есть вот сравните графики 2007-2008 год когда начался кризис золото сначала падало и потом показалось сильный рост то же самое сейчас возможно лично буду сам покупать золото когда появится как я уже сказал модель хорошая красивая да потому что можно наловить очень много стопов вот бывает такое иногда у трейдера когда он преждевременно заходит и начинается какой-то ловля стопов ну это вот в двух словах то что я хотел сказать по доллар-иене по золоту вот такое мне видение среднесрочное по доллар-иене я уже в шортах сам лично плюс в закрытом канале про сигнал списал ученикам ну и вам в принципе сигнализирую об этом обязательно риски потому что это рынок на рынке все возможно будут вопросы пишите в комментариях напоминаю на сайте кухта капитал у вас есть возможность ознакомиться со стратегией модельный трейдинг вы в принципе кто смотрит мои обзоры вы видите как большинство идей моих отрабатывает понятно что есть идеи которые не отрабатываются это нормально то есть бывает как период когда не идет какой-то инструмент или трейдер скажем не соблюдая своей стратегии это нормально тоже частично у вас есть возможность ознакомиться с программой написать мне в личку я отвечу на ваши вопросы и мы сможем с вами заниматься всем пока до свидания до следующего обзора